приветики мои дорогие сейчас хочу сделать короткое ревью на maroccan oil масло первое у нас в россии видела у алены алекс поэтому я не успела сказать первой что я думаю о нем значит так maroccan oil называется maroccan oil думаю не многие знают что это вообще-то про продукт израиля его производят там maroccan oil есть обыкновенная есть maroccan oil light light это для блондинок для для крашеных волос потому что масло по себе достаточно оранжевое темное если вы блондинки еще будете вымазать на корни то у вас будет рыжие волосы это но более не менее такое осветленное цену если честно то я уже и не помню я купила в израиле и очень удивилась что что это был продукт израиля вот она выглядит так и к нему идет пумпа я его использую без пумпы после путешествия не хочу чтобы она сама как-то нажималась запах у него достаточно ненавязчивый почти ничем не пахнет масло само по себе достаточно вязкая и желтая и желтая как его наносить я его наношу на мокрые волосы после душа и наношу на всю длину правда в корни его не в мать не мазываю ну так по всей длине что хорошо тем в отличие от того же масла жижеба или оливковое масло когда вот так вот делаете она сразу впитывается и никаких таких жирных разводов на нем не остается вы заметили что мне волосы изменились и когда я пользовалась этим маслом на последнем видео в греции вот это видео где написано видео греции то без заметили что такие-то как сказать лейш волос и это после того как я использовала это масло сейчас это масло у меня тоже на волосах я навозилась вчера вечером вот здесь вот я их расчесала после этого вот так вот а вот это вот не расчесанные волосы вот с этим маслом как видите у меня волосы не вьются но они выглядят можно сказать не сосульками но такими вот локонами в общем я думаю для у кого волнистые волосы вот эти вот локоны будет очень хорошо так вот не так как мочалка они будут очень хорошо закручены вместе как рассказать склеены вот что тоже даже такое неплохая прическа можно так сделать на мокрые волосы и ходить выглядит так красиво как у веры брежневой да на все таки вот волосы делает заметила ли я сама что эффект после него у вау нет я не заметила если честно кончики если честно у меня кончики не секутся но они никак мочалки они не сухие я бы сказала что эффект репейного масла мне нравится больше и по сравнению вот есть еще такое масло у киростас правда я не пользовалась аналогом поэтому мороккан масло но пользовалась киростас оле релакс то она более тяжелая оставляет такую жирную пленочку это вот впитывается капитально выглядит как старый выблеск волос вымывается она тоже очень легко и сам состав здесь тоже интересно не то что даже если написано мороккан он это не значит что здесь 100 процентов масло на втором месте идет димитикон силиконовая основа вот давайте еще сразу почитаю значит это масло орган органовая называется да заклеила то что хотела значит так на первом месте содержание это сиклометикон второе место димитикон только на третьем месте идет органия кемель ойл потом идет парфюм значит в общем это не стопроцентное масло это такая силиконовая сыворотка для волос буду ли его еще покупать да если будет дешевая цена на него хорошая я буду его покупать опять я не буду покупать киростас потому что киростас дороже альфер один и тот же вот и с ним очень легко в путешествие как же на репейное масло тащиться в путешествие это просто невозможно просто с ним надо возиться делать маски сами кончик от репейного масла тоже становится жирненький а это как-то намазала на мокрые волосы выглядит так не более-менее свеженный жир тут подслушивали